Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве. Урал-21 преследует иномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, в эфире программа ДПС, студия Анастасия Бойко. Смотрите сегодня в выпуске. Смерть на проезжей части. Владелец иномарки не заметил в темноте пешеходов. Поспешишь, людей насмешишь. Кузов питерского большегруза не прошел под Сибирским мостом. Начинаем программу со сводки ДТП, которые произошли за прошедшие выходные. Четыре человека погибли. Неопытный автомобилист погиб в автокатастрофе в Убинском районе Новосибирской области. Он решил покататься на отечественной «семерке», не имея при этом прав. Поехал по автодороге «Иртыш» из Новосибирска в Омск. В месте проведения ремонтных работ выехал на встречку, где протаранил «Тойоту» в Оксе. Пассажир «семерки» доставлен в больницу с переломами и травмами головы. Два пешехода погибли на трассе под колесами «Патриота». Владелец Уазика в темное время суток ехал по Каргатскому району. Но не успел затормозить перед мужчиной и женщиной, которые почему-то стояли на середине проезжей части. Оба человека скончались до приезда скорой помощи. Два большегруза не разъехались в Чановском районе, и инициатор аварии погиб. Уже установлено. «Вольво» с полуприцепом двигался из Омска в Новосибирск. Водитель решил обогнать попутный автомобиль и выехал на полосу встречного движения, но не смог уйти от столкновения с другим «Вольво», который направлялся в противоположную сторону. От удара оба автомобиля съехали в кветы и загорелись. Молодой автомобилист на «шестерке» спровоцировал серьезное ДТП на Чуйском тракте. Он выезжал с посевной, собирался отправиться в Новосибирск, но на повороте не справился с управлением, легковушка врезалась в БМВ. Два человека попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Пьяный 30-летний мужчина слишком сильно разогнал свой «Логан», когда двигался по татарскому району. Рено выехал с дороги в кювет и перевернулся, а лихач получил множественные ссадины на лице и черепно-мозговую травму. 28-летний автомобилист без права управления автомобилем решил покататься на «Тойоте Камри». Выехал на улицу Фабричная в дачном обществе «Кудряшовский», но не смог удержать руль. Иномарка врезалась в дерево. У пострадавшего инициатора ДТП травма живота. «Тойота Терцел» ехала из Новосибирского очища. Водитель пошел на обгон, автомобиль выехал навстречу, но вернуться в свою полосу уже не смог и врезался в «Тойоту Лэнд Крузер». Мужчина из «Терцела» отделался небольшими ушибами. Госпитализация ему не потребовалась. Опытный автомобилист на «Рено» не предоставил преимущество проезда «Тойоте Королла», когда поворачивался и привкома на Свердлова. От удара Короллу отбросил на обочину, где она врезалась в дорожный знак. Водители-пассажиры «Тойоты» получили сотрясение. Боковая часть седана вряд ли подлежит быстрому восстановлению. У Короллы вырвано колесо. Еще один водитель получил серьезные травмы и попал в реанимацию после ДТП на Большевистской. Он ехал на иномарке с площади Будагова на Добролюбово, но не рассчитал габариты своего авто. Машина врезалась в опору коммунального моста, а затем загорелась. «Хюндай Матрикс» и «Форд Фиеста» не разъехались в дачном обществе «Зеленый мыс». По предварительным данным, водитель «Хюндая» был пьян, поэтому не смог уйти от столкновения с «Фордом», который ехал по грунтовой дороге. От удара «Фиеста» вылетела с проезжей части и перевернулась. Дальнобойщик из Питера не только нарушил правила движения, но и попал в нелепую ситуацию в чужом регионе. Мужчина решил покататься на грузовичке по центру Новосибирска, но кузов Кракенмайера не прошел по высоте под Виадуком. Автомобиль застрял, тем самым спровоцировав серьезную пробку. Кстати, прямо на путепроводе стоит указатель допустимых габаритов, а чуть ранее знак, который в принципе запрещает проезд моготоников по этому месту. Берчане привыкают к изменениям дорожного движения на улице Ленина. Берчане привыкают к изменениям дорожного движения на улице Ленина. На перекрестке Красной Сибири и Боровой улица Лунная теперь раздваивается. На подъезде к перекресткам водителю необходимо перестроиться в другой ряд. Мнения по поводу отремонтированного участка дороги разделились. Автомобилисты со стажем считают, что проезд по улице стал более безопасным. Разметка проглядывается, ровнее стало и дорожное полотно. Из минусов водители отмечают большое количество светофоров, аргументируя это тем, что пешеходы чаще балуются, нежели используют кнопки на электронных регулировщиках по назначению. Воровать так миллион, вспомнили поговорку столичные. Инспекторы ДПС решили получить рекордную взятку. Правда, ее размер оказался далеко не таким, как в пословице. Два напарника прикарманили 11 миллионов рублей. Причастных к преступлению задержали сотрудники отдела собственной безопасности. По предварительным данным, инспекторы еще весной патрулировали движение на МКАДе. И для проверки остановили фуру, в которой передвигались жители Вьетнама. Они-то и решили откупиться и отдали нечистым на руку полицейским миллион. Затем эти же вьетнамцы, но уже в другой день, снова попались к тому же экипажу и за проезд по кольцу заплатили еще 10 миллионов. Как только докажут вину инспектора в получении взятки в особо крупном размере, героев этой новости с позором уволят из органов, лишат привилегии МВД и отправят в тюрьму на срок от 8 до 15 лет. Далее в выпуске рубрика «Две беды». В ней собраны кадры столкновений, которые выкладывают в интернет сами же участники аварии, ну либо очевидцы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорожные инспекторы из Китая 12 километров преследовали нарушителя, однако не самым банальным способом на крыше машины преступника. Житель провинции Аньхой неправильно припарковался на обочине, его заметили и хотели выписать штраф, но нарушитель поспешил скрыться. Инспектор оказался ловче и запрыгнул на крышу легковушки. Благо двигалась машина со скоростью примерно 60 км в час. Как только провинившийся автомобилист съехал с главной дороги на второстепенную, второй инспектор, который ехал сзади на мотоцикле, смог произвести задержание. Видео снимали любопытные очевидцы. Первый электрический светофор отметил день рождения. По официальным данным ему исполнилось 104 года, а по неофициальным – 150. Первый светофор появился в США, когда дороги Нью-Йорка были переполнены автомобилями. На Пятой авеню тогда установили первые полуавтоматические опоры. Они представляли собой большие будки, в которых сидели полисмены и регулировали движение вручную. Настоящий автоматический светофор появился в 1914 году. Уже тогда он имел три традиционных цвета – красный, желтый и зеленый. А в Японии долгое время разрешающим сигналом светофора был синий. Кстати, первый в России памятник светофору появился именно в Новосибирске в 2006 году. Место выбрано не случайно. 82 года назад на пересечении улицы Серебренниковская и Сибиревкома появился первый светофор, который работал в ручном режиме. Сейчас они функционируют в режиме автомат, да и переключать сигналы можно дистанционно. На этом все. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту dps.ot.s.sobaka.mail.ru он указан внизу экрана. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПС на ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Бойко.